Здравствуйте, дорогие наши зрители, слушатели, предприниматели и те, кто решил встать на этот непростой, но, уверяю вас, очень веселый путь предпринимательства. Это такая сумасшедшая категория людей в хорошем смысле этого слова. Мы продолжаем цикл эфиров практики «Отвечают с лучшими из лучших», «The best of the best». Ну, в общем, вы поняли, сегодня у нас в гостях чудесный человек, который управляет несколькими направлениями. Об этом мы поговорим чуть позже, но это просто удивительно, они все разные. Продажи на маркетплейсах и производства, и медиахолдинг – это просто уникальный кладезь опыта и знаний. Конечно, погрузимся, наверное, еще в маркетплейс. Это такая сейчас больная тема. Вот буквально недавно родственник говорит, слушай, привез товар из Турции, а оно что-то не продается. А зачем ты его привез? Ну, не знаю, где-то услышал у кого-то, потому что все же говорят, что это легко, под пальмы валяться. Но это не получится, друзья. Надо много-много изучать и работать. Сейчас, как всегда, везде нужно анализировать, прежде чем двигаться, прежде чем построить дом, нужно сделать проект, посмотреть, какие розеточки где будут и так далее. И здесь то же самое, но мы об этом поговорим. Об этом чуть позже. Меня зовут Илья Тимошин, я президент Союза деловых людей. И в рамках нашей деятельности мы проводим в том числе и такие замечательные эфиры. Поэтому подписываемся на наш канал. Если подкасты, конечно же, тоже можно послушать. Побежали куда-то, едете вы в машинке, бам, с подкасты прикольно слушаем. Вот основная наша деятельность – это помогаем предпринимателям. У нас есть консьерж-сервис, в который вы можете писать любые ваши запросы. Мы ваш запрос идентифицируем. Почему это важно? Потому что часто, как я могу, там сердце болит, прийти к врачу, а у меня не сердце, а позвоночник. Важно понять, где реально болит, чтобы подобрать правильные решения. У нас огромная база проверенных решений. Это эксперты и компании, и сервисы. Даже с сегодняшним гостем один из сервисов мы проверили. Ко мне пришли ребята, говорят, у нас крутой сервис для маркетплейсов. А практики его взяли, проверили, говорят, не такой уж и крутой. Потом вдруг вам нужно потестировать ваш сервис, спешите, мы это сделаем. В общем, у нас есть база проверенных решений. И исходя из запроса, мы подбираем то решение, которое подходит вам. Даем вам рекомендации, что делать. Вы либо делаете сами, либо можно у нас заказать услугу внедрения, сопровождения и так далее. Поэтому любой ваш запрос пишите на почту, пишите по ссылочке, вот QR-кодик. И, конечно, можно тоже в чат-бот. То есть почта, сайт, формочка и чат-бот. Ну что, наверное, также хочется сказать, если вам интересны какие-то гости или какие-то темы, тоже пишите в комментарии. Мы будем приглашать, потому что важно быть и разбирать темы, которые сегодня актуальны. Ну, пожалуй, на этом я закончу свой короткий спич. У нас сегодня в гостях, друзья, барабанный дропик. Алексей Никонов. Алексей – производитель, предприниматель, эксперт по маркетплейсам высочайшего уровня, один из лучших в стране. Еще, если мы посмотрим сейчас на фоне много книг, он еще издает и книги, друзья. Но об этом мы тоже поговорим на сегодняшнем эфире. Леш, приветствую тебя. Друзья, привет, Илья, привет, спасибо, что позвал. Я был обязан тебя позвать, потому что мы планируем пилить крутой проект. Ну и, конечно же, в ответ на твое приглашение. Друзья, вот здесь QR-кодик появится, у Алексея еще есть крутой проект «Практики бизнеса» называется. Там эфиры с ведущими людьми, на основании которых была выпущена книга. Поэтому переходим по QR-кодику, подписываемся тоже на канал. Ну, расскажи, как настрой, как обстановка в наше непростое время? Да, время хорошее. Время помогает развиваться. Время помогает что-то делать постоянно новое. И, как говорится, не заржаветь. А как это новое ты ищешь? Есть ли предприниматель, который добился вот этого? Вроде бы казалось, что может двигать, развиваться дальше. Но уже есть определенные достижения, результаты, признания. Зачем дальше двигаться? Ну, вот смотри, у меня есть такая политика, что усиливай сильное. То есть я не лезу в то, в чем я не разбираюсь. Я вот умею работать в электронной коммерции. Я в нее пошел. Занимаюсь маркетплейсами, интернет, различные продажи. Я умею выстраивать бизнес-процессы в производстве. Мы производственники, производим мебель. Я люблю читать, люблю книги слушать. Читать я и создал холдинг, в котором мы пишем книги, создаем прикольные проекты. Слушай, а вот такой Алексей ходил в садик детский. Вот о чем он мечтал? Космонавтом, трактористом, сварщиком стать? Да, слушай, я на самом деле не помню, что я мечтал о чем-то. Особенно вот в садике, в детстве, не помню. Я помню, что я начал читать книги. Там первая книга, наверное, у всех она знакома. Роберт Киосаки, «Бедный папа, богатый папа». Ну, это классика. А то время, когда я учился в школе, ну, знаешь, сотого уже еще не было. Ну, то есть как бы мечты-то, они были приземленные. И, по сути-то, и возможностей как таковой не очень много было. Это сейчас у молодых ребят, предпринимателей, офигенное количество возможностей, различных историй. То есть очень много интересных вещей. А тогда у нас немного все по-другому было. Я вот помню, что я там из маленького поселка, где мы просто выживали. Ну, объективно люди выживали там. Я помню талоны. Я помню, как в очередях стояли. Ну, я много всяких историй помню, которые лучше бы было, как сейчас, да. Поэтому мечты-то, они стали более реальны тогда, когда я начал уже что-то создавать и увеличивать цели, растить свои цели. Действия маленьких шагов. Начинаешь понемногу, но самое главное – это сделать первый шаг. Если ты сделаешь первый шаг, тогда будет дорога. А если ты постоянно мечтаешь, думаешь и не можешь решиться, но будешь мечтателем, Слушай, ну это круто. Я такой, знаешь, про мечтателей, про делателей мы чуть позже поговорим. Мне просто интересно, как происходила трансформация личности. Ну, просто многие там ребята говорят, я мечтал быть, не знаю, там, ученым, а стал предпринимателем, да. То есть вот исходная точка, да, с чего начиналась. А вопрос такой, когда ты почувствовал, не знаю, первые деньги, что вот такой, вот все, я хочу быть предпринимателем точно, уже вот, ну, не откажусь от этого пути. И что произошло? Слушай, я поехал на заработки, на стройку работать, и в один прекрасный момент, когда мы поднимали кирпичи на 16 этаж, и я с утра просыпаюсь и не смог руки рождать, потому что, ну, была большая нагрузка, я понял, блин, надо было, надо как-то делать все по-другому, потому что, ну, во-первых, я не так много зарабатывал в этот процесс, и во-вторых, мне это физически супер тяжело. И тогда я начал думать, что вместо меня мог бы это сделать другой, и я мог подешевле найти там людей, которые за меня это сделали. И потихоньку, помаленьку я начал на самом деле это привлекать так. Я понял, что я классно могу выстраивать с людьми работу, что я могу выстраивать коммуникации, я могу договориться с одним человеком, чтобы он оказал услугу другому, и заработать на этом процент. Не все это могут, но вот в этот момент, когда мне было прямо очень тяжело, я понял, что можно же по-другому. Ну, то есть не обязательно зарабатывать деньги, чтобы было тяжело, это, ну, не для этого мы живем, а можно зарабатывать, чтобы было легко и было классно, и чтобы хватало времени на все, и ты не уставал и занимался любимым делом. Слушай, Леша, очень круто ты сказал, потому что я сам, у меня знаешь, как родители говорили, устроиться на вторую, на третью работе. Ну, почему же, почему деньги так должны тяжело даваться, да, можно же как-то по-другому. А второй важный момент ты очень хорошо подметил, что помогать людям, да, находить друг друга, потому что вот даже сейчас в наше время очень много там локальных производителей, которым не хватает вот этого как раз. Он вроде круто все делает, крутой продукт, а он не может это взять и, ну, условно, продать себя. То есть вот это вот такой навык очень интересный. И получается у тебя началось, скажем так, предпринимательство от безысходности. Да, фактически потому что, ну, нужно было делать что-то по-другому. Я понял, что я, видишь, у меня есть такой психотип, что я не, ну, не терплю, и я не подстраиваюсь под ситуацию. Я не буду там как-то, ну, терпеть, думать, что ну ладно, как-то само исправиться. Я понимаю, что если не сделаю я, не сделает вообще никто. Ну, то есть я начал брать ответственность за свои там, за свои деньги, за свой доход полностью на себя. И начал эту ответственность транслировать там на окружающих, там компании создавать потихоньку, выстраивать бизнес-процессы, ну, учиться самое главное. Высшее образование я на самом деле получил-то в очень осознанном возрасте. То есть у меня сначала там колледж радиоаппаратастроения было. Это техническое образование, которое позволило мне научиться думать технически. Потом у меня высшее образование – это маркетинг, пиар. Ну, это суперосознанный возраст был. И я там образование получал уже не потому, что мне нужны знания, а потому что я понял, что я их могу получить, и я могу их уже принять так, как мне их надо. Ну, то есть ими воспользоваться на самом деле. Слушай, круто. Это как предприниматель развивается в процессе барьеров и трудностей, которые приходят к нему. Смотрите, какая история. Вот сейчас на самом деле, ну, если по стране смотреть глубоко, людям не хватает компетенции и дешевых денег, да? Вот по-твоему, компетенции сейчас куда идти обращаться? Потому что, ну, куда ни плюнь, везде все учат. Ну, то есть уже вот, я не знаю, учат человек, который два действия сделал и уже начинает всех учить. Где найти того эксперта, который может тебе точно подсказать? Ну, смотри, сейчас на самом деле надо смотреть только по опыту и сравнивать людей. Вот если вы идете к эксперту по маркетплейсам, да, возьмем больная тема, попросите его открыть личный кабинет, попросите его показать, его обороты. Ничего, я вот всегда открываю личный кабинет и показываю, какие у нас обороты. Ну, чего мне стесняться, вы же ничего не сделаете, да? И смотрите на примеры, смотрите людей, которые практики. Потому что теоретика у вас в институте. Ну, то есть то классическое образование, которое у всех есть, оно даже школьное классическое, оно нужно, оно суперважно. Я всегда буду говорить, что это образование, оно всем дает начало. Оно как фундаментальное получается, да. Конечно. А когда вы уже строите бизнес, строите, развиваете компанию, вам нужны практики. Не идите к теоретикам, не идите к людям, которые красиво, умно говорят. Они говорят, да, но они не знают те подводные камни, которые знают практики. Ну, к примеру, вот те же маркетплейсы мы берем. Ну, как они знают, как доставить товар? Да, там можно рассказать, как выстраивать воронку контентную. Но воронка контентная, она может выстроиться разными путями, и вы можете при продаже, товар придет совсем другого вида, чем вы выстроите воронку, да. Маркетологи там говорят, вы рисуйте картинки, чтобы они были идеальны. Я против этого. Я говорю всем, честно фотографируйте свой товар и показывайте клиентам на самом деле, что вы продаете. А то вы нарисуете, у вас потом возвраты. Вот, ну, там не продается. А почему не продается? Ну, люди не хотят покупать. Так это не люди не хотят покупать. Это вы не хотите разобраться в этих вещах. Отвечаю вот на твой вопрос, где искать компетенции только у практиков. Ищите практики. И на самом деле на моем опыте, вот кто даже к нам обращается, я всегда подскажу. Ну, то есть я рад делиться. Потому что когда ты делишь, тебе что-то приходит в ответ. Вот, ну, сто процентов. Это даже не финансовая история, а именно когда ты делишь и рассказываешь, ты еще свои компетенции повышаешь и смотришь. Слушай, это круто, потому что когда лидер, предприниматель, вообще человек становится осознанным, у него возникает необходимость делиться. То есть по-другому никак. Это уже такой уровень зрелости, осознанности. А то, что сам прокачиваешься, да, потому что какие-то маленькие даже детали, о, бамс, бамс, проговаривай, да, они как-то фиксируются. Кстати, да, друзья, хочется здесь, конечно, на правах ведущего немножко рекламу вставить. Вы можете написать по QR-кодику, ссылочка будет. Вот, и команда Алексея, если у вас плохие продажи на маркетплейсах, помогут разобраться, в чем там история. Потому что здесь буквально недавно там была встреча, мы в школу Айвенга заезжали, и ребята сразу схватили Лешу и хотели взять в заложники, пришлось отбиваться. Карточка товара, казалось бы, она настолько все четко продумана, настолько должна быть идеально все построена. Сейчас такого нету, павочку поставил в интернете, она будет расти. Сейчас уже надо просчитывать все. Ну, тогда возвращаясь вот к продаже, к маркетплейсам все-таки, ну, вы одни из лидеров, да, ты прав, я видел личный кабинет, это несколько миллионов там диван-модель, это очень круто, это пруфы, это никак их не нарисуешь, когда еще в онлайн-режиме открывается личный кабинет, это не скрин там прислали. Основные ошибки вот ребят, которые начинают продавать. Давай, наверное, больше как про производителя или все-таки про всех, потому что ты все-таки производственник, наверное, тебе это ближе будет. Ну, мы торгуем не только своим товаром, мы экспортеры крупные. Наверное, правила-то они одни. Первое. Покупайте товар и занимайтесь товаром, в чем вы разбираетесь. Вот если вы разбираетесь в электронике, вот покупайте ее. Если вы разбираетесь в одежде, покупайте одежду, не лезьте там, где вы не разбираетесь И не слушайте никаких советчиков, не слушайте аналитиков, не думайте, что за вас кто-то что-то найдет идеально. И надо идти вот по классике. Выбрали товар, посмотрели глубину ниши, изучили аналитику, посмотрели на какую сумму вы можете этот товар купить, посчитали юнит экономику обязательно, посчитали сколько будет стоить создание карточки товара. И не надо сразу ввести на миллионы товар. Не обязательно этого делать. Привезите на доступную вам стоимость, выложите товар, потому что все равно продажи пойдут через три месяца. Не рассчитывайте, что продажи завтра пойдут. Уже прошло то время, конкуренция очень большая, люди уже плюс-минус начали профессионально торговать. На площадки, на маркетплейсах заходят крупнейшие компании, у которых бюджеты на маркетинг, бюджеты на специалистов, они хантят людей совсем другие, не как у вас. Но там можно зарабатывать, это точно будущее. Если вы сделаете все грамотно, пошагово, самое главное это цифры. Ошибка вот основная людей, с кем я разговариваю, а мы так думали. Вот коллеги, не думайте, считайте и смотрите. Ваше мнение в продажах в электронной коммерции абсолютно не важно никому. Скорее всего, если вы так думаете, так же будут думать всего 2% населения. И вы, может быть, вообще не целевая аудитория. Поэтому только аналитика. Берите, сначала считайте и потихоньку. Не надо там сразу привлекать инвестиционные деньги, не надо брать кредиты, не надо этого делать. Надо начинать, начинать потихоньку. И по мере этого, конечно, ищите экспертов, которые вам могут помогать, показывать, рассказывать. То есть много людей, которые готовы. Ну вот мы аналитику бесплатно сделаем. Нам это не трудно. У нас аналитики сядут, посмотрят. Мы как бы, ну, просто чем больше будет крутых предпринимателей, тем легче нам будет работать. Слушай, это круто, да, потому что будет улучшаться уже сервис тогда. Не демпинг начнется и всякие какашки продаваться, да, а нормальные продукты с нормальными сервисами. Слушай, ну круто. Нишу выбирать из экспертности, согласен, да, потому что нужно разбираться в деталях. Про емкость тоже можно придумать. Квадратные шляпы, да, они никому не нужны. Там у тебя 10 шляп продастся, а ты думаешь, что тысячу привезет. Про юнит вообще отдельная история, потому что часто бывает, человек продает рубль по 10 копеек, думает, что-то очередь идет, а кэша нифига у меня нет. И про тесты. А есть вот такая модель, не знаю, как ты к ней относишься, интересно твое мнение, что возьми, размести на маркетплейсе, ну, условно по модели там FBS, товар, который у тебя по факту нет, но ты знаешь, где его купить, да. Вот если спрос пошел, тогда покупай. Да, есть такая модель, но тут есть, знаешь, какая сложность. Ты можешь попасть в ловушку, что у этого поставщика не будет этого товара, а ты продал и у тебя его, и у тебя карточку товара заблокировали, заблокировали кабинет, у тебя плохой отзыв пришел. То есть, ну, все равно можно одну штуку купить, положить на склад и быть уверенным. Плюс тебе же надо успеть, люди на маркетплейсах привыкли к скорости, а у тебя какая цепочка будет? Пока ты купишь, пока ты привезешь, пока ты запакуешь, тебе надо сделать штрих-кодирование, тебе надо правильную упаковку, тебе надо привезти там клиенту, либо сдать в Азон, Валберис. Сейчас это, ну, это просто будет время. Слушай, миллион вопросов, на самом деле. Мне кажется, по маркетплейсам с тобой нужно какой-то курс записывать. Вот круто ты сказал про, хочется про остатки сказать, потому что, ну, мы разговаривали недавно вживую, да, что если остатки кончаются, то все твои труды, вложенные в карточку, аннулируются. А второе, что люди пользуются разными, так сказать, фиктивными способами, имитируя, и Валберис уже понимает, да, что внешний трафик, он считается как негативный и может блокировать. Вот здесь, как у вас на практике происходит регулирование остатков, чтобы они не кончились, и насколько это реально серьезно, потому что многие до конца не понимают, мне кажется. Ну, мы тут, наверное, не пример, потому что мы можем, мы не можем столько привести и произвести, сколько у нас есть спрос, поэтому мы искусственность всегда занижаем и тормозим продажу, ну, у нас производство не справляется и товара столько нету. Но в классике есть оборачиваемость товара, ее можно посмотреть в различных сервисах аналитики. Вы примерно хотя бы можете понимать, за сколько товар оборачивается на таком-то складе. Ну, и знаете, никто не отменял распродажу, никто не отменял гемификацию. Если вы понимаете, что у вас в товаре уже больше 15, сколько вы в юнит экономика закладываете, ну, примерно 15-30 дней, да. Если вы понимаете, что у вас товар уже лежит дольше, ну, сделайте доп. скидку, придумайте гемификацию, положите к этой карточке товара в какую-нибудь игрушку, еще что-то, промокод. Ну, много интересных историй под каждый товар, надо свою гемификацию искать. Но инструментов же очень колоссальное количество инструментов, чтобы распродать остатки и быть всегда, ну, то есть, по крайней мере, оборачиваемость товара, обеспечить и вернуть себе те вложенные деньги, которые они есть. А про внешний трафик, про выкупы, про все остальное? Смотри, ну, я вообще против внешнего трафика. Но в Альберес это считает как самовыкупы сейчас, любой внешний трафик. А есть у тебя какая-то, может быть, статистика, сколько вот ребят так попало у новичков, когда они не принимали этого внимания? Вот смотри, не так, ну, очень много попало, но почему попали? Они обратились к агентствам. Из чего это пошло? Ну, то есть, из каждого утюга, каждый инфо-цыган говорил, вы купаете, пишите отзывы, у вас сразу рейтинг поднимется, да, но оно так и есть. Но вы попадаете в ловушку, вы не знаете на самом деле, вот вы выкупили товар и написали сами отзывы. Вы не знаете на самом деле, что это за товар. Зачем? Сейчас Валберес дает инструмент, можно в рекламу вложиться, можно там поднять ставки. Там-то будет проще. Вы вложите в маркетинг деньги, продвиньте этот товар, и вы получите на самом деле живые отзывы. Вы начнете работать с товаром. Может быть, вам про ваш товар клиент что-то скажет. Вот у нас есть система работы менеджеров, что они должны делать. И у нас, к примеру, ответ на вопрос в течение трех часов, а ответ на отзыв в течение восьми часов. Ну, прямо, а у нас товаров очень много продается. Но мы этот рекламент держим, потому что мы слушаем своего клиента, мы общаемся со своим клиентом. Мы его, может быть, и не знаем, потому что нам площадки не дают базы данных, но мы с ним начинаем работать. А когда вы начинаете делать самовыкупы, вы же, ну, сами себя обманываете. И вот эти вот подъю... Вы поднимете самовыкупы? Насколько вам хватит на день, вы будете в топе? Два дня? Ну, это же такая история, которая на самом деле... В данном моменте, да, если попался, да, то вообще трендец везде. Правы, конечно. Мы с тобой сервис, да, один тестировали, тоже прислали ребята. Такой самовыкуп рекламирует, как будто просто круто. Конечно, ловушка моментальная происходит здесь. Вот слушайте, очень круто сказал про отзывы, про цифры. Вот про цифры, они реально беспощадны, потому что предпринимателю есть такая особенность, он влюбляется в свой товар. Вот, одна девочка, она одежду продавала на маркетплейсах, говорит, вот эта модель там для девочек платит, такая крутая была, я ее так любила. А что, когда она АБЦ разложила, говорит, что-то она у меня это в минус. Стала посмотреть, в чем проблема, да, возвратных много. А почему возврат? Вот тоже ты круто сказал, надо разбираться. А чуть-чуть лекалы не подходили, взяли модель, потестировали, изменили. Все, продажи пошли. Мне казалось, продажи там не в воронке в чем-то еще, а просто лекалы нужно поменять, сам продукт допилить. Вот сколько таких, да, микрошагов возникает. Да, и тут вот очень важно, вот когда молодые предприниматели заходят, они свое мнение, своим мнением руководствуются при выстраивании контентной воронки. Ну, вообще многие даже не знают, что такое контентная воронка, скажем так. Выкладывание фотографий. А тут надо прямо брать и анализировать конкурентов. Берите и смотрите. Но, опять же, есть такая история. Вот в нашей категории, к примеру, в мебели крутых не было. Ну, и все еще нет. И если бы я пошел и начал анализировать воронку своих конкурентов, я бы такое ренды наделал. Но я пошел там к Хофу и начал смотреть. Ребята, которые там тысячу лет продают мебель. Я пошел в Икею смотреть. Есть в Штатах очень офигенный маркетплейс мебели. Мы пошли на него и начали разбираться в контенте. Начали посмотреть, что продают, как продают. То есть мы не брали наших конкурентов по нашей нише, потому что мы их не видели. Тут может такая же быть история. Вы можете найти конкурентов, к примеру, сказать, они топ-продаж, а это самовыкупы. Ну, то есть тупо человек в этот промежуток вложил деньги в самовыкупы. Вы подумали, что у него офигенный контент, что они продают. И это тоже ловушка. И поэтому я говорю, что тут надо прямо со всех сторон смотреть. Фокусы разные. Это свой опыт, маркетологи, конкуренты, различные другие сайты. Потому что на маркетплейсе мир не замкнулся. И такая омниканальная работа, так называемая. Слушай, ну получается, вы сейчас одни из лидеров по продаже мебели, крупногабаритной мебели товаров на зоне. Да, да. Лучше вас нет? Пока нету. Есть кто больше продает, к примеру, мы про мягкую мебель говорим. Есть кто, мы только мягкой занимаемся. Корпусники много продают, есть прикольные, но мягкие. Пока, да, пока мы лидеры. Ну, опять же, у нас же вопрос в производстве. Мы же не можем произвести сейчас столько, сколько нам нужно. И мы бы продавали там и в два, и в три, и в пять раз больше. Но вопрос в производственных мощностях. Мы не как и кейша пока, но стремимся. Слушай, да, круто ты сказал. И здесь тогда возникает вопрос. Ты чуть раньше говорил про аналитику. Вопрос, наверное, первый, какими сервисами ты пользуешься. А вопрос второй, ты говорил, что ваши аналитики могут бесплатно провести там некий аудит, да. То есть здесь вопрос. Люди, которые будут смотреть или слушать, такие говорят, слушай, блин, мне бы вот какую-то аналитику провести. Мы можем анонсировать сейчас создание вот этого центра по поддержке отечественных производителей, что можно обращаться по аналитике, можно обращаться по юнит-экономике. Хотя, мне кажется, это вообще база вещи, которые вы должны сами все посчитать. В общем, смотрите, я думаю так, что круто сегодня Алексей сказал. Первый момент – это уметь продавать на маркетплейсах. Это такой особый канал продаж. Это вот канал продаж, где есть тонкости разные, и их много, и детали, да. И выкупы, и остатки, и контентные воронки, и вот это все. А второй момент – это производственная часть. Вот здесь круто, ребята, выстроили вот эту цепочку. Теперь производство нужно усиливать, потому что емкость большая, а мощности не позволяет. Поэтому, мне кажется, если вот у вас с первой частью, с продажами есть какие-то проблемы, то можно вот по QR-кодику или по ссылочке оставить свой запрос, проведем аудит, дадим рекомендации. Если можете сами их использовать, можете также заказать услуги компетенции на аутсорсе. Вот ребята могут взять карточку, например, вашу, и ее докручивать, помогать продавать. Можно какие-то компетенции взять на аутсорсе. Или если вам нужно усилить мощности, товар хороший, иметь емкость, и ребята это быстро очень поймут, что ваш товар будет круто продаваться. А вам нужны будут сюда средства. Тут тоже можно рассмотреть вариант расширения вашего производства, где центр, который мы создаем, может выступить таким партнером, усиливаясь здесь. Поэтому есть, друзья, прохи-продажи, пишите. Проведем диагностику, подскажем, куда двигаться. На основании этого, если есть производство и нужно будет его усилить, тоже сделаем. Ну, порекламил вроде немного. Расскажи тогда, знаешь, что интересно? Вот круто, вот с воронкой на маркетплейсах разобрались огонь. Куда дальше? Хотя куда дальше производство, да, Реша Репанда? Вопрос-то, как ты команду собираешь? Все-таки у тебя крутая команда, крутые специалисты. Ну, нельзя же на рынке найти сразу, да? Это же надо как-то воспитывать, выращивать. Смотри, да, на самом деле с командой очень такой вопрос сложный и непростой. И мы людей, вот сейчас что мы делаем? Мы берем людей без опыта, потому что все, ну, многие курсы, скажем, не все цыгане, да, но многие курсы, которые люди покупают, приходят и нам приходится переучивать. И мы людей сейчас берем без опыта абсолютно. У нас есть своя программа обучающая внутренняя, внутри компании. У нас есть наставничество, мы раскладываем людей, людям правильную информацию, мы делим зоны ответственности. Вот, к примеру, у нас человек, который занимается контентом, отвечает на вопросы. Вот он занимается только контентом, он не будет другим ничем заниматься. У нас есть логисты, которые занимают, простраивают только логистические цепочки. У нас есть ребята, которые, вот надо еще, знаешь, понимать, что marketplace – это технология, это программный код, и он точно сбоит. И когда все говорят, там, в Альберис плохие, Озон плохие, да не плохие, это технология. У вас телефоны зависают, компьютеры зависают. Это точно такой же код, за которым надо следить. Вы можете вот сидеть, если не зная, не проверяете видимость вашего товара в других регионах, вы можете сидеть и думать, что у вас все хорошо, а вас просто не видно. А это может быть сбой технически. И Озон-то это не увидит, Валберис не увидит. Это можете только вы. Вот у нас есть инструкция у менеджеров, как смотреть видимость вашего товара, как проверять, чтобы вас во всех регионах видели. Есть там срок доставки, мы очень следим за возвратом товара, который ходит от клиента к клиенту, мы его выкупаем, но там целая технология, очень сложно, потому что это надо выловить вовремя. Некоторые потом говорят, вот у нас штрафы, так вы следите, вы смотрите статистику, вы смотрите этот товар, который у вас хождение есть. Ну, то есть, на самом деле, можно там часами говорить про marketplace, как делать, но самое главное в команде сейчас – их надо учить. Ребят надо прямо учить, брать и делать. Но, опять же, на стадии, когда вы заходите в бизнес, не думайте, что вы сделаете все сами. Это как раз-то вопрос, да, у вас уже позволяет возможности, ресурсы обучать. Я с тобой полностью согласен, потому что проще человека научить, чем переучивать неправильным навыкам. И, наверное, главное, что я понял, что нет у специалиста-мастера на все руки очень много маленьких функций, где каждый в маленькой функции специалист. Вот таким образом сегментируется. А если вот новичок, он хочет выйти, а у него же нету столько ресурсов и возможностей. Ну, хотя бы ему надо закладывать в затраты одного человека. Один человек не сделает. Сейчас не будет продажи, ему не хватит времени, не хватит опыта. Это проверено мной многократно. Я вот с ребятами встречаюсь, с многими, и у меня спрашивают, почему там так. Я говорю, ребят, потому что ты один, а ты один не можешь закрыть все зоны ответственности. На тебе закупка, на тебе упаковка, на тебе доставка, на тебе все остальные функции. А кто будет в маркетплейсе-то сидеть? Кто будет с товаром следить? Кто будет контентную воронку составлять? Кто будет общаться с менеджерами маркетплейного зона? К примеру, у маленьких нету менеджеров. Ну, все равно в службу поддержки писать, кто это будет делать. И поэтому сейчас одному, на самом деле, очень, скорее всего, почти нереально. Поэтому всегда закладывайте на команду деньги. Всегда. Слушай, крутой момент ты сказал, потому что, мне кажется, еще год, наверное, два назад можно было легко одному начинать, потому что ты, бам, стрелял. А здесь, наверное, у тебя из ста пропа одно какой-нибудь товар выстрелит, и тебе повезло. А 99, ты просто будешь в шоке сидеть. Вот хорошо, круто, интересно. Как тогда быть, не знаю, каким-то самозанятым, которым говорят те же площадки, мы у нас есть, теперь можно самозанятым захотеть, а самозанятый он и жилец, и жилец. Так нет, объединяйтесь в команды. Всегда работать в команде проще. Найдите много формов. Найдите по духу себе человека. К примеру, один аналитик, а другой маркетолог. Ну, вот внутренний. Соединитесь. Все же, ну, в команде можно работать. Тут вот мне там меньше останется, да не останется тебе меньше. Всегда нужна команда. И когда вы заходите в команду, когда вы партнерами заходите, у вас в 2, в 3, в 10 раз быстрее. Не бойтесь правильно партнерства. Просто начинайте на берегу с партнерами. Напишите, как вы будете расходиться, как вы будете делить прибыль и через сколько вы... Как вы будете делить убытки, еще важно. Да, как вы будете убытки делить, через сколько вы пересматриваете условия вхождения. Ну, то есть сейчас очень много технологий, что это позволяет. Хотя бы пропишите. Но собрали банду, условно сказать, 3 человека. Все, вы уже сила. Вы уже не просмотрите многие моменты. Слушай, круто, согласен. Да, огонь прям, спасибо. Тогда, когда ты говоришь собрать банду, здесь же ведь очень важно быть лидером, да, наверное. Потому что, ну, тоже общаемся с тобой, да. Есть человек, который предприниматель, он может активно с пропеллером носиться, там, вообще с хаос создать. А все-таки должен в команде быть управленец, который этот хаос в систему выстраивает и строит. Ну, управляет ей, да. Вот, по-твоему, лидер он из чего состоит? Лидер – это тот человек, который умеет слышать и слушать. Вот это единственная его функция. Если он умеет слышать и слушать, тогда он начнет коммуницировать. Он начнет правильно выстраивать стратегические истории. То есть лидер что делает? Он смотрит, слушает, слышит и выстраивает стратегические движения компании. То есть занимается стратегическим развитием. Он не уходит в тактику. Как только он уйдет в тактику, все. Ну, то есть он упустит стратегические движения. Лидер, он должен уметь описать миссию, для чего он это делает. Он должен создавать культуру внутри даже маленькой команды. Даже внутри себя вы должны понимать, что вы в интернете не продаете товар, вы продаете контент. А контент можно продавать с определенной культурой, через определенные ценности, через определенные триггеры. Но это надо описать, это надо уметь. И на самом деле этот навык, который можно в себе вырастить. То есть не бывает такого, ты проснулся и ты лидер. Да, есть внутренние какие-то качества, но это работа над собой. Это различные тренинги, это большое количество общения. И это на самом деле уметь признавать, что ты можешь быть в какой-то момент неправ. Вот это основное качество лидера, потому что мы тоже много берем интервью. И когда я разговариваю с людьми, я говорю, что вам помогло вырасти? Они говорят, помогло признать себе, что я не суперпрофессионал. И я пошел получать новые знания, и тогда я вырос. Здесь получается, да, либо ты идешь получать, либо ты берешь команду, кто этими знаниями уже владеет, и не ты его учишь, да, как говорят, а он тебя учит там, что делать. Слушай, тогда такой вопрос, а почему мебель? По желанию по-своему, что ты хочешь в результате. Ну, то есть мы же все равно мечтаем о чем-то, строим себе какие-то планы. Понимаешь, все не будут супербогатыми, всеми не надо быть. Все хотят того, что они хотят. Простройте себе, вот я всегда говорю, что у вас личный жизненный план должен строиться 10 лет, 40 лет, 60 и 100. Почему 100? Потому что вы должны понимать, что вы после себя оставите. Вот почему я книги начал писать? Потому что я что-то хочу оставить после себя. А это мне помог план. Я бы так никогда не решился. Знаешь, у меня сколько знакомых, вот я тоже хочу книгу написать. Ну, твоего желания мало. Делай. Ну, почему ты не делаешь? Потому что тебе это не важно. А у меня есть план, что я хочу, чтобы после меня там было определенно не только финансово, да, след мой, а именно какой-то нематериальный актив, которым будут приносить пользу. И у меня есть философия моей жизни. Как я живу, что я хочу. Вот сначала начните с себя, а потом с бизнеса. Начнете с себя, начнете со своих внутренних планок. И потом бизнес-то подтянется. Бизнес-то это инструмент. Деньги это просто метрика. Хорошо вы идете, строите бизнес, нехорошо. Это так называемые аплодисменты вам, которые там будут на протяжении пути. Поэтому начните с себя, начните с того понимания, а чего хочу я здесь и сейчас. Вообще надо научиться с собой разговаривать на самом деле. То есть задавать себе вопросы. У меня там есть много вопросов, которые я задаю каждый день себе. Каждый день? Ну да. Потому что, ну ты знаешь, какой у меня ритм. Чтобы ориентир не потерять, да? А то вдруг что-то собьет. Да, да. Потому что ритм у меня тоже такой непростой. Да. И чтобы не разбежаться и не упасть потом. Я этим занимаюсь. А так это планирование. Ну долгосрочное обязательно планирование. Потому что года-то они быстро бегут. Вроде вчера там было 35 лет. Думаешь, ну как бы это. В общем, ты круто сказал мне недавно как-то, знаешь, фраза попалась, когда цель за пределами жизни, да? И здесь по факту материальный актив-то он может быть и профукан как-то разными способами. Не только по твоей там, да, инициативе. А вот нематериальные книги – это, конечно, то, что может храниться в принципе вечно. Слушай, огонь. А был ли на предпринимательском пути, когда вот все, хотелось все бросить, не мое, тупик, все рушится? Если да, то как выходил из таких ситуаций? Слушай, да много раз было такое. Да оно и периодически сейчас так. У нас же время-то непростое. Ну, как бы тоже думаешь по-труге. Ну, во-первых, там у меня есть поддержка. У меня брат есть, с кем мы там в команде работаем. А он на тебя похож, да, по-моему? Ну да, близнец. Во-вторых, у меня команда, за которую я взял на себя ответственность. Что я могу там паниковать, могу быть, выгорать, еще что-то. Но я взял на себя ответственность, когда я принял даже одного человека. И я уже не один. И я уже взял на себя, и я не могу там лишний раз полежать и условно там, ну, пожалеть себя, да, там. Мне помогает медитация. Я медитирую. Я каждый день, да, с утра у меня как зубы почистить, потому что я в ресурсное состояние встаю, медитирую. Мне это супер помогает. Я слушаю книги, читаю книги. Мне помогает, вот я беру интервью. Для меня это социальная история. Мне это помогает общение с людьми. Ну, и я себе ставлю цели стратегические. И когда я, видишь, у меня такая функция, я радуюсь тому, что есть. Ну, то есть я же не загоняюсь того, что вот у меня там нету самолета своего, да. И я как бы, ну, не особо загоняюсь. По сути-то я и могу его там сейчас выстроить, чтобы он был. Но я радуюсь тому, что есть. И вот я считаю, что есть классно, много что есть. Но у меня есть развитие, у меня есть цель, у меня есть стратегия. Да, сейчас там сложно стратегические строить. Но опять же, когда на сто лет стратегию строишь, ты понимаешь, что... Можешь корректировать в процессе где-то, да, у тебя цель там далеко. Да, а так это уже все риски принимать. Что, ну, может быть война, может быть война. Может быть там какое-нибудь землетрясение, может быть землетрясение. Ну, то есть ты их уже учишься изначально. И у меня, мне помогает одиночество. Ну, то есть я люблю посидеть сам собой. Ну, то есть для некоторых одиночество это, ну, как бы, знаешь, такое не очень хорошее слово. Для меня это прикольное слово. Я люблю включить наушники и пойти ходить, гулять. Вот один. И мне, ну, не очень. Знаешь, у меня какая фраза есть? Когда кончается страх одиночества, начинается радость уединения. Да, да, да. Вот. И просто, ну, не жалейте себя. Ну, то есть всегда нельзя быть победителем. Ну, невозможно это делать. То есть можно и где-то провалиться. Как помнишь, мы были на встрече про кардиограмму. То есть она же вот такая. Если она такая, ты умрешь. Макс нам говорил. Круто, да. Здесь прям вспомнил в точку, что если ваша жизнь такая ровная и все, то вы не живое. Сердце же оно вот так убьется. Слушай, прикольная философия вообще огонь. И, слушай, получается, вот как наставничество некое, да, ты для себя используешь книги уже какие-то и интервью с ребятами, которые там, ну, реально достигли каких-то высот, которые для тебя являются некими там авторитетами, да. То есть ты учишься, проводя интервью и читая книги какие-то. Да, ну, я опять не стесняюсь, я могу подойти, спросить совета. То есть я всегда понимаю, что я могу быть неправ. Да, там я в стратегии, я знаю, я сильный, в маркетплейсер сильный, но всегда можно быть неправ. И я позволяю всегда слушать людей себя. То есть даже если они несут какой-то бред, я позволяю себе думать, что, слушайте, а какая-то доля истины-то есть. То есть я анализирую… Критическое мышление, да. Да, и начинаю вот в этом вот работать. А вообще, ну да, там наставники должны быть, которые помогают вам идти, потому что, ну, знаешь, как-то раньше, в те времена, когда мы строили бизнес-наставничество, считалось что-то вообще сверхфантастики. А сейчас это хорошие вещи, мне всегда есть кому позвонить, у кого проконсультироваться, у кого посоветоваться. А вообще молодым ребятам, я считаю, что надо прямо… Не то, что не возраст молода, да, а в бизнес молодые обязательно нужны наставники. Пользуйтесь опытом, потому что люди, ну, как бы… Зачем делать те ошибки, которые можно не делать? Слушай, ты круто сказал, да, сейчас же такая система наставничества, огонь, что и клубов много, и много вот и ребят, как вы, которые там готовы делиться, да, своим опытом совершенно практически там бесплатно, условно. Здесь же зачем литаршишкин, понимаете, когда можно пойти? Ну, что круто вообще. Тогда такой вопрос, вот про стратегию, про тактику, про производство поговорили, про команду поговорили, про лидера. Интересный момент, что ты говоришь слышать и слушать, но все-таки в основе и с самого начала, да, ответственность. Я взял на себя ответственность знакомить людей, соединять. Я не могу себя жалеть, играть в жертву, потому что я взял ответственность за этих людей. Вот для тебя ответственность – это что? Для меня ответственность – это на самом деле инструмент, который позволяет мне идти дальше, и который позволяет мне расти над собой, который позволяет мне получать радость от жизни. То есть я знаю, что за мной стоит команда, и я им в какой-то момент пообещал, ну, даже взял на работу, я взял на себя ответственность, что я буду выстраивать. И ответственность не позволяет мне получать радость с внешних источников жизни, то, что у меня есть, с кем можно эту радость разделить. И опять же, я всегда думаю уже не только о своих, о себе, а я думаю о людях, о культуре в компании. Я думаю вообще о людях, которые у нас покупают на маркетплейсах товар. То есть у меня уже ответственность не только перед произвести, но и перед покупателем, такая ответственность, которую я беру. И она на самом деле меня, вот некоторых ответственность ограничит, а меня она наоборот, знаешь, на 360 поворачивает. Слушай, это круто, да, это, знаешь, такое без заднего хода двигаться вперед, потому что надо двигаться уже. Ты такой мотиватор, ответственность как мотиватор, слушай, это интересный момент. Даже я бы сказал необычно, круто. Хорошо, а была ли какая-то ситуация у тебя в жизни, после которой ты стал другой? Вот был Алексей Дой и стал после. Слушай, да, было. То есть в какой-то момент мы создавали первый, я сначала там строил очень много, потом мы создавали маркетплейс аренды всего на свете. И вот меня, вот этот момент, когда я ушел в электронную коммерцию, очень сильно изменил. Ну, то есть, когда ты строишь… То есть настройки прошел вне ком, получается. Да, да. Когда ты строишь, это одна история, да, там, ну, все же знают, кто строители, и как они ведут бизнес. Ну, как бы кто ни говорил, строительство – это строительство, да. А электронная коммерция, ты начинаешь уже выстраивать процессы, не исходя из своих желаний, а исходя из потребностей людей, и исходя уже от… Ну, у тебя другая философия. То есть ты плохо уже совсем не сможешь сделать, потому что ты уже, ну, уже на виду. А строители, они там могут, там, другую арматуру положить, там, ну, много что могут, да. И появляется некая честность, ну, то есть внутренняя честность. И вот эта внутренняя честность, когда я решил так, что вообще нету смысла придумывать какие-то истории, там, накручивать еще что-то, вот это меня сильно изменило. Это электронная коммерция. Слушай, круто. Еще одно свойство лидера – честность внутренняя. Ты не можешь быть честным с другим, пока не будешь честен с собой. Слушай, круто. Тогда давай прям уже… С тобой время летит, как и всегда, быстро очень. Уже раз и часа нету. Вот сейчас по каким… Слушают, смотрят ребята там про маркетплейсы. В чем ты можешь быть, помочь прям тезисно? Я уже хотя говорил об этом, но лучше еще раз повторить. Смотри, все, что связано с маркетплейсами. Вот, к примеру, мы закупаем с Китая электронику, мы можем подсказать, как закупать. Логистика. Мы, я очень сильный в производстве. То есть у нас на производстве выстроено все под маркетплейсы. Это не просто классическое производство. Ты говорил, да, у нас салоны были, позакрывались. Вот производство только под маркетплейсы, и уже надо несколько производств открывать, потому что емкость просто огромная. Ну, мы диван за 8 часов доставляем, чтобы понимать. Это очень интересно. То есть я знаю, как автоматизировать процессы, и у меня результаты есть. Это же не только про мебель. Мебель – это сложнейший продукт, который не крупно горит вообще тебе легко условно. Да, так у нас там все понятно. Мы можем поделиться своими таблицами. У нас разработаны уникальные инструменты аналитики, которые они должны быть в компании. Это не сервисы какие-то, а именно ручные аналитические инструменты. Получается, ты используешь несколько сервисов для сбора данных, а сам уже их потом сегментируешь. Да, ну вот смотри, к примеру, там MPStats и Anabar, они собирают данные, но они же данные тоже собирают только с маркетплейсов. А вы не можете на них ориентироваться? Есть ворстат. Да, емкость в целом, что люди ищут не только на маркетплейсе, да, глобально? Я бы посмотрел в своем районе, есть ли кофейная, а люди вообще ищут там вообще во всем городе. Да, глобально. Яндекс.Директ. Ну, то есть надо многими вещами пользоваться, уметь пользоваться. И этому мало учат, потому что все привыкли. То есть я вот слушаю эфир, говорю, слушай, у меня вот есть вопрос. Я прям беру спокойно, пишу, и ты говоришь, все, я тебе помогу. Да, конечно. То есть вы присылаете мне карточку товаров, пишете запрос. Может быть, вам по воронке подсказать надо еще что-то. Для меня это 5-10 минут, но если это там не 100 запросов, да, то есть это все равно. Слушай, мы же делаем центр по одержке производителя. Вот здесь появится QR-код, куда можно отправить запрос. Я думаю, будет и 100, и 1000, поэтому готовься. Сделаем. Умеем автоматизировать, умеем настраивать процессы, поэтому это будет такая история хорошая. Самое важное, мы практики. Ну, то есть я там, может быть, не очень красиво раскладываю по маркетингу, но я понимаю каждую логическую цепочку, которую мы делаем. Я понимаю каждый процесс, как у меня устроен, потому что я сам знаю, мне открой кабинет, я любую функцию покажу, покажу аналитику, потому что мне это важно делать. Я должен, прежде чем контролировать человека, ты должен сам понять, как это устроено. Понятно, я сам там не пойду дивана колотить, потому что я не смогу это сделать. Так, это молоток должен забивать гвозди, отвертку крутить шуруп. Совершенно верно. Слушай, круто. А скажи тогда, знаешь, под занавес еще вопрос такой, вот все-таки бытует некое мнение среди экспертов, что маркетплейсы, в принципе, еще пару лет поживут и все. Ну, слушай, там в каких-то годах говорили, что радио скоро перестанет быть, еще что-то. Но нет, я думаю, что даже если интернет отрубится, будут сети, которые позволят выбирать. А как может уйти то, к чему люди уже привыкли, и то, что пользуются спросом? Если бы не было спроса, наверное, бы не было маркетплейсов. А он есть, спрос колоссальный. Посмотрите, насколько растут Озон, Валберис, во сколько они продажат. Возьмите Амазон. Ну, вам простой пример. Алибаба возьмите. То есть тут как бы даже, ну, оспаривать это, наверное, не надо. Это как Аксиома уже. Он будет расти за маркетплейсами будущее. Они будут только улучшаться сейчас, потому что вот некоторые там хаят Валберис, а это суперплощадка, мне нравится. А они же говорят про нее не очень лестно, потому что они просто не разбираются в ней до конца. И они думают, что там вот Валберис специально сидит и с селлером шрафы делает. Это система. Вы сто процентов косячите. Вот мне обращение... Знаешь, я вспоминаю, когда если ты будешь ехать по дороге и не знать правила, где-то нарушать, тебе говорят, что ГАИшник, дебил. Ну, чувак, ты знак видел? Нет, да, ты превысил. Да, и пытаюсь. Так есть законы. Да, хотя можно на Валберис очень хорошо зарабатывать. И площадка, она на самом деле очень помогает и поднимает экономику. Это же вот этот вот малый бизнес, которого в стране очень мало. И его надо поднимать. И это на самом деле, он даст возможность ребятам зарабатывать, молодым думать, научит образованность повысить. Потому что все равно, когда вы заходите на маркетплейсы, вы начинаете думать, коммуникации, различные цепочки. Вы развиваете вокруг себя общество. Ну да, согласен. Я думаю, что будут расти как и тематические маркетплейсы, так и сервисы для маркетплейсов, такие качественные. То, что мы с тобой смотрели, будет отмирать, а что-то нормальное будет рождаться. Хорошо. Прямо под занавес уже Блиц. Продолжи фразу. Слово. Продолжи слово, фразу. Готов? Готов. Жизнь – это? Жизнь – это удовольствие. Интересно. Бизнес – это? Бизнес – это возможность. Круто. Предприниматель – это? Предприниматель – это свободный человек. Свой опыт, ответственность. Да, согласен. Круто. Трудность – это? Трудность – это новый этап в жизни. И кайф. Кайф – это? Кайф – это все, что вокруг нас. Если вы умеете его видеть, чувствовать и жить в нем, для вас это кайф. Жизнь – это кайф. Круто. Вспомнил, когда два сына было, когда он увидел кучку навоза и говорит, ты, наверное, мне лошадь подарил. Слушай, Леш, спасибо. И под занавес от тебя наставление тем, кто будет смотреть и слушать наш эфир. Да, я желаю всем, чтобы этот эфир был ценен. Мы всегда готовы как-то проконсультировать, помочь, рассказать. Потому что мы научились это делать. И самое важное, вообще не бойтесь. Не надо бояться, надо идти. Если вы не сделаете шаг вперед, не будет дороги. Как только вы сделаете шаг вперед, простроится дорога, простроится путь и будет достижимый результат. Круто. Хочется пожелать роста компании лично тебе, Сергею. Вот, друзья, очень важно понимать, что, как правильно сказал Леша, дорога начинается с первого шага. Но прежде чем сделать этот шаг, берите ответственность. Не перекладывайте на других. Не там что-то где-то не получается. Не государство плохое, не партнеры. А где-то, наверное, что-то в вас. И как только вы возьмете ответственность, тогда ваш путь, вы будете падать, вставать, идти. А ведь что такое свобода? Ведь очень тонко Леша сказал про свободу. Свобода – это мой опыт, свой опыт принципов. Когда у вас есть внешние правила, какие-то вот такие принципы, вы в них пытаетесь строиться как-то. А когда вы берете ответственность, у вас появляются они внутри, и вы свободны вовне. Предприниматель свободен, он везде один и тот же. Он не встраивается в какую-то модель. Он никого. Он берет ответственность за происходящее на себя. Поэтому вот это важно. Тогда вы делаете шаг за шагом. Ошибки, падения, они неизбежны. Это жизнь предпринимателя. Так вы будете расти. Но понятно, что нужно иметь наставник, какие-то ошибки проходите. Тоже очень круто сегодня сказал, Алексей, иногда не нужно смотреть вслепую на конкурентов. Надо просто все-таки брать их опыт за фундамент, но тестировать. Вдруг вы найдете ту связку, которая поможет вам сделать такой скачок. Поэтому, конечно же, предпринимайте и немножко принимайте. Не бойтесь ошибаться, двигайтесь. А если есть вопросы по маркетплейсам, QR-кодик, ссылочка в описании, пишите любой форме. Даже если просто как подумали, так и пишите. А уже ребята разберутся, в чем суть и как вам помочь. Ну что, подписываемся на наш канал, замакиваем все колокольчики и не пропускаем новые эфиры. Леша, спасибо тебе еще раз огромное. Пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok